С момента распада Югославии прошло свыше 30 лет. Страны выбрали свой путь. Из плановой экономики они смогли выйти в открытую рыночную экономику, стали интегрироваться в различные европейские компании и улучшать качество жизни своих граждан. Всем привет! Вы на канале «Всё за 10 минут» и сегодня мы сравним, как живут бывшие страны Югославии. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, а мы начинаем! В 1991 году Югославия распалась на 16 независимых государств. Это Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Северная Македония, Черногория и Сербия. Но также до 2006 года Сербия и Черногория были союзными государствами. Так сказать, последний глоток Югославии. Самая первая страна Югославии, которая объявила себя независимой, стала Словения. Словения – это небольшое государство в Центральной Европе с прекрасной природой, исторической и динамической экономикой. Страна входит в состав Европейского Союза и Шенгенского соглашения. Умывается водами Адриатического моря с юга-запада. На западе граничит с Италией, на севере с Австрией, на северо-востоке с Венгрией, на востоке и юге с Хорватии. Горы занимают около 70% территории. Население Словении – 2 миллиона 89 тысяч человек. В агломерации столицы города Любляна проживает полмиллиона человек. Официальная валюта Словении – это евро. Цена за литр молока составляет от 80 до 120 рублей, если переводить. Зарплата – примерно 80 тысяч рублей, если переводить. Словению относят к странам с высоким уровнем безопасности, поскольку она занимает седьмое место в рейтинге самых безопасных стран в мире. Следующая страна – это Северная Македония. Самая южная страна бывшей Югославии. Северная Македония – одна из самых неисследованных европейских стран. Здесь на улицах нет толп туристов, поэтому его местное население принимает радушь на каждого гостя. Северная Македония известна как один из мировых центров культуры. На ее территории расположено немало античных и средневековых памятников. Северная Македония не имеет выхода к морю. На севере граничит с частично признанной республикой Косово и Сербии, на западе – с Албанией, на юге – с Грецией, на востоке – с Болгарией. Около 67% населения исповедуют православие. Мусульмане составляют 30% от общего числа жителей. Население составляет 2 миллиона 73 тысячи человек. Столица – Скопья, где в агломерации живет полумиллиона человек. Валюта в Македонии – это македонский динар. Литр молока будет стоить в перевод на русские рубли – 60 рублей. Средняя зарплата – 32 тысячи рублей. Уровень преступности относительно невелик. Самая малонаселенная страна бывшей Югославии – это Черногория. Сегодня все больше путешественников открывают для себя Черногорию, как новое направление для интересного и насыщенного отдыха. Береговую линию занимают отличные пляжи, рядом с которыми развита инфраструктура для гостей с разными финансами. С юго-запада омывается Адриатическим морем. Имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Кирзаковиной на северо-западе, Сербии на северо-востоке и частично признанная Республикой Косово на востоке, Солбании на юго-востоке. Основная религия в Черногории является православное христианство. Население – 621 тысяча человек. В столице, с учетом агломерации, живет 185 тысяч человек. Валюта в Черногории – это евро. Итар молока будет стоить примерно 67 рублей. Средняя зарплата – 71 с половиной тысяч рублей. Уровень криминала среди местных – один из самых низких в Европе. Босния и Горсаговина – одна из трех стран, где преобладает мусульманское население. Босния и Горсаговина – удивительная страна, сумевшая пережить гражданскую войну и сохранить свои исторические и природные ценности. Это настоящий перекресток культуры, где мечети мирно соседствуют с православными церквами и католическими храмами. На севере, западе и юге граничит с Хорватией. На востоке – с Сервией. На юго-востоке – с Черногорией. На юго-западе имеет выход к Атриотическому морю. Очень маленькая линия. Государственные языки – это боснийский, сербский и хорватский. Столица – город Сараево. Население – 3 миллиона 500 тысяч человек. Валюта страны – это марка Боснии и Горсаговины. Цена за литр молока составляет примерно 50 рублей. Средняя зарплата – 62 с половиной тысячи рублей. Хорватия. Вторая по площади и по населению страна бывшей Югославии, но при этом самая богатая и развитая. Живописная Хорватия предлагает туристам широкие чистейшие пляжи Адриатики, в окружении сосен и скал. На севере государство граничит с Словенией. На северо-востоке – с Венгрией. На востоке – с Сербией. На юге – с Боснией и Горсаговиной. И Черногорием. Наиболее распространенной религией в Хорватии является католицизм. Столица Загреб. Валюта в Хорватии – это евро. Цена за литр молока – 63 российских рубля. В Хорватии – самая большая зарплата среди стран бывшей Югославии – 1300 евро. В переводе на рубли – это примерно 130 тысяч рублей. Хорватия также является одной из самых безопасных стран Европы. Сербия – самая населенная и самая большая страна бывшей Югославии. Одна из наиболее дружелюбных стран Европы к России, которая долгое время отказывается от вхождения в Евросоюз и НАТО. Основной причиной является Косовская война. На севере Сербия граничит с Венгрией. На северо-востоке – с Румынией. На востоке – с Болгарией. На юге – с Северной Македонии. На юго-западе – с Албании и Черногории. На западе – с Хорватией и с Боснией и Грзаговиной. Основная религия – православие. Столица страны – Белград. Население составляет 6 миллионов 797 тысяч человек. Официальная купюра – это сербский динар. Цена за литр молока примерно 70 рублей. Средняя зарплата – 39 тысяч рублей. В Сербии очень безопасно. И за последние несколько лет уровень криминала почти не изменился. Самой большой проблемой является коррупция. И она встречается постоянно. А меньше всего в городе грабежей и отнимания собственности. Итоги. Бывшим странам Югославии есть куда расти. Многие из них уже на уровне развитых стран Европы. Но некоторые еще только входят на путь в светлое будущее. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!